Дух Святой Дух Мы проходим мимо стен старого города. Невозможно не остановиться и не потрогать эти теплые камни. Кстати, это известняк. Камни, которые у нас повсюду, и все дома облицованы известняком. И вот и стены старого города построены из известняка. Сколько народов, сколько наций видели эти стены. Может быть, вы не задумывались, но Иерусалим – это многонациональный город. И всегда таким был во времена Господа Христа. Здесь тоже всегда было много всяких людей из разных стран мира. Но с одной оговоркой. То, что объединяло их, было вера в Бога единого. Здесь жили, прежде всего, иудеи, то есть жители территории колена Иудина. Сюда приходили паломники иудеи из диаспоры, из Персии, Александрии, Сирии, Ливана, из самых разных мест. И поэтому разные языки всегда звучали в Иерусалиме. Ну, а благодаря нашей христианской пятидесятнице Иерусалим наполнился еще большим количеством людей. Сейчас здесь слышатся, ну, наверное, все языки мира, потому что христианские церкви есть действительно в каждой стране, практически в каждой нации. И вот эта многонациональность Иерусалима составляет особую прелесть этого места, особый дух, очень, кстати, поучительный и расширяющий кругозор, дающий почву для мысли, учащий любить всех. Ну, а мы с вами идем дальше, к Сенским воротам. Ну, вот мы с вами и на вершине горы Сион. За моей спиной Сионские ворота. Во времена Господа Христа это место Сионом не называлось. Это был обыкновенный жилой район, западный холм Иерусалима. Кстати, недалеко от храма, поэтому здесь жили в основном богатые люди. И вот на этом холме было семь синагог. В одной из них собирались ученики Господа Христа. Сионской горницей мы называем сегодня двухэтажное здание, построенное на месте древней синагоги, в которой молились апостолы, где сошел на них Дух Святой, где родилась наша церковь. Это здание не разрушалось, но много раз перестраивалось. На первом этаже сегодня находится синагога, а второй этаж пристроили крестоносцы. Вот в этот храм крестоносцев на втором этаже обычно и ходят все паломники и туристы. Сейчас, к сожалению, он закрыт для посещения из-за пандемии. Мы же с вами пройдем в саму Сионскую горницу, где сейчас расположена синагога. Обычно наши группы православных паломников тоже обязательно сюда заходят, еще и для того, чтобы поклониться гробу царя Давида. Вот поэтому это место особо почитается евреями, и даже в будний день здесь всегда есть молящиеся. Синагога делится на мужскую и женскую половину. Соответственно, мы с вами пойдем в женскую часть и посмотрим, что осталось от Сионской горницы. Вот мы заходим, здесь видим много молящихся женщин еврейских. Читают они псалтирь, так же, как и мы с вами. Вот и гроб царя Давида, покрытый черной тканью с вышивкой. А вокруг вот то, что и является, по сути, Сионской горницей. Структура, в которой есть отдельные фрагменты и от синагоги I века, и от храма царицы Елены, который она построила здесь в IV веке. Царица Елена отремонтировала полуразрушенную синагогу и превратила ее в христианский храм. Мы выходим с вами из Сионской горницы и подойдем к ее наружной стене. Вот эта наружная стена осталась практически нетронутой со времен апостолов и со времен царицы Елены. Можем смело сказать, что эти камни помнят сошествие Духа Святаго на апостолов. А на втором этаже, выше карниза, уже начинается структура XII века, храм крестоносцев. Давайте поднимемся на крышу Сионской горницы. Ну вот мы с вами и на крыше Сионской горницы. Это любимое место наших паломников, потому что в самой Сионской горнице часто собирается много протестантских групп, очень шумных. Есть такие пятидесятники, другие, которые очень шумно молятся, они начинают входить в такой экстаз, в такое волнение, нервное возбуждение, говорят разными языками, как они считают. От этого происходит очень такой неблагочестивый, неблагоговейный, непривычный русскому слуху шум и беспорядок. И поэтому наши паломники любят ходить молиться сюда, на крышу Сионской горницы. Отсюда потрясающий вид, видна и Масличная гора. Место вознесения не видно, но оно там, за деревьями, на вершине Масличной горы. Сейчас попробуем вам его показать. О, видно. Также здесь виден купол Дармициона, это католический монастырь Успения Божьей Матери. На этом месте стоял дом апостола Иоанна Богослова. Здесь произошло Успение. И видим с вами колокольню армянского храма, который стоит на месте дома Каиафы. То есть сюда привели Господа в ночь с четверга на пятницу, здесь его допрашивали. Во времена Христа Сион был жилым районом, это западный холм Русалима. Вот и сейчас здесь живут люди, преимущественно религиозные евреи. Правда, жилая часть Сиона совсем маленькая, и живут здесь только очень глубоко верующие люди в довольно бедных маленьких квартирах. Но они хотят быть поближе ко гробу царя Давида. Здесь есть и религиозная школа, ешива. Но обычно никаких проблем, препятствий для посещения гроба Давида и Сионской горницы нашим православным группам евреи не делают. Так что обычно мы здесь довольно свободно ходим. Сиона. 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 Вот под этим навесом, согласно нашей древней Иерусалимской традиции, находится катакомбная церковь I века, где молились святые апостолы, где молились первые христиане. Всё огорожено сеткой, но в любом заборе можно найти дырку при желании. Мы сейчас с вами аккуратненько просунем туда телефон, и вот мы с вами и внутри. Вы видите, очень редкие кадры, потому что открывают это место только раз в году на День Святаго Духа, то есть в понедельник после Троицы, но кроме духовенства никого сюда не пускают. Вот здесь молились первые христиане. Ну вот, наконец-то мы с вами на природе, так сказать, на вольном воздухе. Вот это всё территория нашей Иерусалимской семинарии. Завтра здесь будет большая парадная служба, будет крестный ход в Сионскую горницу, мы обязательно пойдём. А подробно снимала я это ровно год назад, ведь именно с этого выпуска, с рассказа о Сионе и Сионской горнице, собственно, начался мой видеоблог. Тогда он ещё назывался «Анна рассказывает». И вот в описаниях к этому видео вы можете найти ссылочку на ту программу и посмотреть, как этот крестный ход бывает. Получилось очень тогда удачно и довольно подробно. Я же не случайно взяла вас сюда именно сегодня, накануне Духового дня, вот так на закате, потому что именно в этой обстановке больше всего ощущается святость этого места. Здесь ведь и Дух Святой сошёл на апостолов. Здесь было успение Божией Матери. Здесь молилась первая христианская община. Здесь родилась наша церковь. «Царю небесный, утешителю души истины, и живи везде, и вся исполняй, сокровища благих и жизнеподателю. Впереди все лисявны, и учистины от всяких оскверны, и спаси блаже души наши». Ну, вот такая природа у нас вокруг, уже сухая трава. В Израиле начинают собирать урожай пшеницы в апреле, а заканчивают вот как раз в конце мая, начале июня. На прошлой неделе у евреев был праздник Шаву-От. Это и есть Пятидесятница, 50-й день после еврейской Пасхи. Это был особый праздник в Ветхом Завете, когда благодарили Бога за собранный урожай. К этому времени как раз заканчивали подсчёт урожая пшеницы, устраивали праздники прямо на полях, и даже ночевали иногда прямо на поле около собранного хлеба, радовались, благодарили Бога. И вот что интересно, получается, что сошествие Духа Святаго на апостолов – это такой духовный урожай, и совершенно не случайно произошло сошествие Духа Святаго на апостолов именно в 50-й день после Пасхи. То есть ведь самая первая Пятидесятница сошествия Духа Святаго на апостолов – это был Ветхозаветный праздник Пятидесятницы. Именно поэтому так много было людей в Иерусалиме. Они пришли в Иерусалимский храм на праздник, и как раз им и проповедовал апостол Пётр тогда с крыши Сёнской горницы. И вот получается, что мы с вами сегодня радуемся нашему духовному урожаю. Господь как зерно упал в землю, как положено зерно дал колос, и вот мы с вами зёрнышки эти собираем сегодня, плоды. Сошествие Духа Святаго. Дух Святой связывает нас с Богом. Всё наше общение с Богом осуществляется посредством Духа Святаго. Если мы с вами чувствуем ответ на нашу молитву, или чувствуем радость после причащения, или после молитвы на литургии – это действие Духа Святаго. Дух Святой, его главное дело, призвание – соединять творение с Творцом, наполнять мир тварный и души людей присутствием Божиим. Что интересно, в Иврите Дух женского рода, и когда мы читаем в книге «Бытия», как «Дух парил над бездной», помните, то именно получается «Она парила над бездной», то есть как птица, наверное, как мать, наседка такая. Это, конечно, особенность языка, но на самом деле в этом есть какой-то смысл, потому что вот эта материнская нежность и утешение, которая несёт нам Дух Святой, действительно с женским родом как-то связана для нас. Это однозначно так. Хотя, конечно, для нас с вами все три лица Пресвятой Троицы мужского рода. Это понятно. Но думается, в Боге есть и мужское, и женское начало. Он творец. Творец ведь и мужчины, и женщины. Соответственно, мы с вами не можем это исключить и отрицать. Ну вот, уже садится солнце. Я бы рассказала вам ещё, но уже закат. Мы поговорим ещё о всех этих темах как-нибудь в другой раз. А пока я прощаюсь с вами. Желаю вам благодати Духа Святаго, радости о Господе. И посылаю вам от всего сердца благословения в этот день со Святой Земли. Храни вас Господь. Храни вас Господь.